Беспорядки в США продолжаются. Десятки американских штатов охватили акции протеста против полицейского произвола. Днем и ночью люди перекрывают автомагистрали и мосты, становятся в живой щит и блокируют подъезды к полицейским участкам. Все началось с убийства 37-летнего афроамериканца Элтона Стерлинга в городе Баттон-Руж. По данным полиции, его застрелили 5 июля во время ссоры с двумя стражами правопорядка. Вскоре видео с места убийства выложил в интернет очевидец. В США протестующие выходят на улицы с табличками, на которых написано «Жизни афроамериканцев тоже важны». Во многих городах по всей стране такие акции протеста заканчиваются столкновениями с полицейскими. Американских граждан поддерживают и в Европе. Так, в Лондоне накануне демонстранты перекрыли улицы у посольства США. Сотни человек уже арестованы. Акция протеста в Далласе стала своеобразным прикрытием и для Мика Джонсона, который 14 июля хладнокровно застрелил пятерых полицейских и ранил еще нескольких. Таким образом, он решил отомстить им за жестокость в отношении к афроамериканцам. Позже, во время обыска, в его доме нашли взрывчатку и целый арсенал оружия. После этого стало ясно, что Джонс готовил что-то масштабное, но решил воспользоваться случаем и устроить стрельбу во время демонстрации в Далласе. Продолжение следует...